Здравствуйте, товарищи зрители! Важнейшее видео про магний. Сейчас я вам поясню, какова роль магния в организме. У кого есть дефицит магния? Каковы причины появления дефицита магния? Кто испытывает особые потребности в приеме магния? Чем один магний по названию отличается от другого магния по сути? Что блокирует усвоение магния? Что такое магний безглицинат? И зачем вам знать о четырех видах магния? Да, и очень кратко важнейшая информация про остеопороз. Итак, половина людей имеет дефицит магния, а то и больше. У половины людей, больных с сахарным диабетом 2 типа, есть дефицит магния, и это неспроста. А магний участвует и в передаче нервных импульсах, выработке митохондриями энергии, расслаблении мышц, снижении сахара в крови, в нормализации давления холестерина, снятии переутомления и бессонницы. И еще он участвует в сотнях биохимических реакций. Под этим видео я оставлю вам ссылку на брошюру, в которой подробно разъясняются все главные проблемы, связанные с дефицитом магния, и показаниями к применению магния, а также особые сведения про магний, которых нет более нигде. Магний является кофактором для многих ферментов в организме. Он входит в состав более 300 ферментов. Некоторые ферменты участвуют в образовании АТФ, то есть аднозинтрифосфорной кислоты. Так магний в цикле Крепса в митохондриях участвует в производстве энергии. Судороги в ногах, в мышцах вообще возникают при нехватке энергии в этих мышцах, при дефиците магния. Если у вас мало энергии, то это как правило из-за дефицита магния и витамина В1. Дефицит магния в последние годы и десятилетия увеличивается, так как люди перестали есть то, что содержит магний, зелень. Симптомы дефицита магния схожи с симптомами дефицита калия, но есть и специфические. Итак, симптомы дефицита магния. Судороги в мышцах, так как мышцы не могут расслабиться, а их расслабляет магний и витамин В6. Потеря аппетита, усталость, депрессия, бессонница, высокое артериальное давление почти всегда возникает, происходит, держится, потому что у вас дефицит магния. Да, магний снимает спазмы мышц. Таким образом, сосуды, которые до того были сужены от спазма мышц, расширяются и кровоток налаживается. Таким образом, повышенное кровяное давление снижается. Вот как на самом деле все просто. Мерцательная аритмия тоже яркий симптом дефицита магния. Но это может быть еще и дефицитом калия. Также симптомом дефицита магния является дефицит витамина D3. Да, именно магний активирует витамин D. Запомните это и не забывайте. Ну а также симптомами являются дефицит калия, мигрени, запоры, высокий уровень стресса. При стрессе магний быстро и в больших количествах расходуется. И потому, если вдруг у вас стресс, нервы, принимайте сразу магний. А также магний снизит повышенное количество гормона кортизола. Ломкость волос, ногтей, выпадение волос, кариес, разрушение эмали. Все это признаки дефицита магния. Но про все причины этих проблем, а их несколько, я рассказывал в своих видео на эти темы. И ссылки на эти видео я оставлю вам в описании данного ролика. При дефиците магния происходит развитие атеросклероза и тромбоза. При дефиците магния может быть кальцификация сосудов, так как магний участвует в усвоении кальция. И он вместе с витамином К2 не дает кальцию оседать в сосудах и идти на построение бляшек. Я очень вам советую посмотреть потом мое видео про липосомальную форму витамина К2. Насколько он важен и насколько его роль непонимаема людьми. От этого возникают всякие глупые фантазии насчет того, что, мол, витамин D3 принимать вредно, потому что будет кальцификация сосудов. Оттого и будет, что дефицит К2 при том существует. А если бы не было дефицита К2, то и не было бы кальцификации сосудов. Итак, посмотрите это мое видео про витамин К2. Ссылка будет в описании. Внимание! Остеопороз. Он возникает при дефиците магния, витамина D3 и витамины К2. А не при дефиците кальция. Это ошибка. Ведь кальция всегда много. Так как он поступит в организм в любом случае с пищей. В любой практически пище его больше, чем нужно. А ссылку на лучший, уникальный, натуральный магний 4 в 1, о котором далее пойдет речь, как и на витамин К2 и D3 и другие минералы и витамины в липосомальной форме, я оставлю вам под этим видео по ссылкам. При высоком сахаре магний плохо усваивается. Принимая магний, можно быстрее и проще справиться с инсулинорезистентностью, так как увеличивается чувствительность к инсулину. Кто испытывает самые большие потребности в приеме магния? Конечно, беременные и кормящие. Потом у кого нервная работа и жизнь. Спортсмены и активные люди. Пожилые люди. И у кого повышенное артериальное давление. Люди с тяжелыми хроническими заболеваниями сосудов, костей и внутренних органов. Кстати, мочегонные средства и антибиотики создают дефицит магния. А где же есть магний? Подпишитесь на мой данный канал. Нажмите под ним на слово подписаться. Вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления. И выберите все видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут. И подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, ютуба. А где же есть магний? Впрочем, я об этом уже говорил, но сейчас чуть подробней. Конечно же в зелени. Запомните, все что зеленые на цвет, то содержит немало пигмента хлорофилла. А он зеленый благодаря магнию. Ну как кровь красная благодаря железу. Кстати, про железо посмотрите тоже моё видео, ссылку оставлю. И ещё я советую вам подписаться на мой канал в Бусти. Вот на этот. Он недавно создан, и там я публикую и буду публиковать то, что не будет выходить нигде более. Очень важную ценную информацию, которую зачастую ютуб не пропускает. А чтобы получить норму магния, съедать надо две миски среднего размера порезанной зелени каждый день. Огромная проблема в том, что люди почти не едят сейчас зелени. Внимание! Съедать надо реально две вот такого размера миски зелени каждый день, чтобы получить норму магния. Тем более, какой его сейчас в наши дни огромный расход при стрессах, экологии нынешней. Больше, чем было раньше. И это просто необходимо, если хотите иметь здоровое сердце, сосуды, ну и много энергии. Не можете столько съесть? Принимайте магний, но не любой. Лишь бы было название магний. Ведь один магний, другому рознь. Дело-то не в названии, а в сути. В чистом элементе. А речь идет вот про этот магний четыре в одном. Скоро я о нем поясню подробнее. И еще про беременность и связанный с нею магний. А во время беременности и грудного вскармливания потребность в магний увеличивается. Из-за его важной роли в развитии плода и поддержании здоровья матери. Это обусловлено в первую очередь появлением нового органа, плаценты. Которая синтезирует более 150 белков и гормонов, из которых около 70% являются магний-зависимыми. Запомните это. Что же снижает уровень магния в организме? Ну конечно в первую очередь, если его в пище мало. Во вторую очередь сахар, сладкая. Далее алкоголь, фтор и мягкая вода. Но не бойтесь пить мягкую воду. Минералы надо получать из пищи. Хотя мягкая вода действительно снижает уровень магния. Но преимущество мягкой воды, лишенной солей и жесткости, больше, чем вот этот условный вред. Воспаление в кишечнике снижают уровень магния. Дисбактериоз, Сиберта с синдромом избыточно-бактериального роста, а также фитаты и фосфаты снижают уровень магния. Внимание, существует несколько видов солей магния, и у каждого из них разный уровень концентрации чистой соли магния. И только чистая соль магния важна для всего того, о чем я вам говорил выше. Вот этот препарат магния 4 в 1 несет в себе 4 формы, внимание, хилатного магния. Форм магния больше. Но хилатные водорастворимые формы магния, их 4 главных, основных. И самое главное, это важнее всего, что в данный препарат входит гидроксид магния. Один из самых дорогостоящих и самых важных натуральных и полностью усвояемых ингредиентов. И потому не сравниваете этот препарат магния 4 в 1 ни с чем, иным это просто некорректно. Если принимать магний без глицетат, ну это обычный магний, который продается в аптеках и везде в общем-то, то на самом деле надо, чтобы получить норму 400 миллиграмм в сутки, нужно принимать от 10 капсул в день. Так как содержание чистого магния в без глицетате, магния низкое. И потому ролик я перегружать не буду. Люди не любят длинные смотреть, но чтобы вы поняли, если кто захочет, какие формы магния существуют, все в каком процентном отношении, как усваивается, не усваивается, что. Вот все в этой брошюре есть. Ссылку я оставлю вот на сам этот препарат, а под препаратом можно открыть брошюру и все это посмотреть. Подробно, досконально, все будет ясно. Кстати, этот препарат содержит еще 72 минерала в своем составе. Там идет мерная ложечка и этот порошок нужно разводить в воде и выпивать после еды. Один раз в день. Все очень просто и удобно. И никаких вредных побочных действий. Потому что это натуральные чистые соли магния. А из чего же добывается эта соль магния? Натуральная, естественно. Ну вот узнаете тоже из брошюры. А вообще теоретические противопоказания у приема магния есть? Ну теоретически есть. Например, чрезмерно высокое потребление магния снижает давление. У кого и так гипотония? Ну это может избыточно снижать давление. Потом, при почечной недостаточности, особенно нечистые соли магния принимать опасно. При снижении пульса, ну и при боли в животе, метеоризме, временно не стоит потреблять магний. Так как он может еще больше слабить. Ну что ж, надеюсь этот ролик не перегружен. Я раскрыл особую важность магния в организме. И предложил, поскольку наконец-то появился в линейке липосомальных препаратов. Вот этот новый препарат магний 4 в 1. Уникальный долгожданный чистые соли магния. Без всяких вредных в составе компонентов. Это прекрасно. Приобрести его вы можете, перейдя по ссылке под этим видео. Отправляем мы наши товары, как и магний, любые другие, в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Прошу написать под это видео свои комментарии. И переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам. Всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть мы вместе поможем наконец-то людям стать здоровыми и активными. Ну и конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok